Итак, для Armour попробуем положить какой-нибудь более простой материал, который будет смотреться интересно. Возьмем заготовку уже готового материала. Нажимаем F5 на клавиатуре, открывается такая нижняя панелька. И здесь, например, мы можем выбрать какие-то разновидности уже готовых поверхностей. Ну, например, вот я хочу металл опробовать. Двойным щелчком я помещаю его в материалы, затем правой кнопкой мышки я копирую копий материал. И копирую на Armour, Past материал. Теперь этот материал я могу удалить. И вот у меня вот так вот выглядит этот материал. Тут какое-то количество нод находится в нем. Различных шумов, фрешнелов и так далее. Теперь посмотрим, как это будет выглядеть на рендере. Сейчас у нас нету глобального освещения. И все параметры рендеринга, они базовые. Зададим какой-то фон для окружения. В Background, Environment, заходим в Environment. Так, я помещу сюда Gradient and Freshenal. И в Input параметр укажу Normal Slope. Теперь посмотрим, как это будет выглядеть. С Normal Slope. Попробуем какие-то два значения выставить для цвета. К Background я добавляю Gradient and Freshenal Shader. И указываю, что этот градиент будет позиционироваться по Normal Slope. То есть сверху вниз. В градиенте я могу выставить... Вот очевидно, как это происходит смещение градиента в Background. И для того, чтобы было лучше видно, что происходит у меня там, я отключу Ground. То есть поверхность земли. Так, теперь в нижней части у нас будет какой-то, предположим, черный цвет. Какой-то цвет немножко более... Какой-то цвет немножко более... Такой вот... Землистый. Какой-то чуть более... Соответствующий небу, к примеру. И здесь какой-то интенсивный... Цвет интенсивного неба. Вот так, к примеру. И немножко зададим красноватого оттенка. Ну, к примеру, вот так. Смотрим, что будет на рендере. Теперь я вижу, как распределяется градиент... Внутри изображения. И... Можно чуть усилить. Вот так вот. Чуть сместить все параметры. И сразу можно увидеть результат. Теперь мы можем заняться глобальным освещением. И глобальное освещение у нас излучается из Environment ноды. Вот это ноды Environment поверхность. Я просто возьму мой градиент and Freshenal. Скопирую этот шейдер. И вставлю Past Shader. Теперь у меня то же самое, что и в Background. То есть есть Background, есть Environment. И Environment будет излучать именно вот эти цвета, вот эти оттенки. Монте-карло. Теперь я перехожу в закладку Settings. И включаю GI Tip. Монте-карло. Я могу выбрать Монте-карло. Это с отражениями. То есть, каждая поверхность отражает лучи света и они продолжают освещать дальше поверхность. То есть, например, если у меня диффузная составляющая 0,5, то значит половина лучей будет поглощены, а половина будет отражаться. То же самое со следующей поверхностью. То, куда они попали, снова половина отражается, половина поглощается. GI Samples. Это количество, как бы, сэмплов. Количество этих лучей влияет на качество, но также и на скорость. GI Bounces. Это количество отскоков. Ну, где-то можно ставить в пределах двух-трех. Два-три отскока будет достаточно. No S Reduction Sampling. Это для того, чтобы глобальное освещение более качественно отображалось, чтобы не было шума. Всегда при рендеринге с глобальным освещением требуется борьба с шумом, который возникает. Noise Reduction Sampling – это как раз именно эта составляющая. Ну, посмотрим, что у нас будет в режиме Монте Карло. Вот так выглядит картинка на рендере. И очевидно, что все цвета, они присовокупляются к освещению. То есть, светлые участки больше излучают света, темные чуть меньше, зато они добавляют светность. В целом, возникают пересвеченные места. Довольно сильное, мощное освещение. Поэтому, имеет смысл немножко сократить это воздействие. Я захожу в ноду Gradient Infessional Shader и Opacity ставлю. Ну, например, на половину меньше. Меньше. Половину меньше. 0,5. Теперь освещенность не такая интенсивная. И добавляется исходный синий цвет. Немножко голубоватый. Это потому, что в Environment базовый параметр цвета, он вот такой вот синий. И здесь существуют разные варианты. Вот, например, если я просто выставлю какой-то белый цвет. Environment. И, например, сделаю как Multiply, соединю Gradient Infessional и Environment через умножение цвета. Поскольку этот у меня белый, а этот я умножаю. И плюс еще у меня 0,5 прозрачности. То какой результат будет в этом случае? Ну вот, цвет, хотя и интенсивнее стал за счет того, что я его сделал белым, я могу достаточно легко теперь управлять этим процессом. Например, если я уменьшаю цветность, делаю чуть менее светлым. И смотрим. Ну вот, теперь интенсивность освещения не столь высока. И плюс происходит наложение цветов. Также я хочу чуть снизить интенсивность освещения. Я могу это сделать непосредственно здесь. В интенсивность поменять, ну где-то на 1.6 источника света, лампочки. И также можно увеличить качество. Софт Shadow Quality я выставлю на шестерку, увеличу значение. Минимум Quality на троечку поставлю. И в Output в сеттингах Anti-Aliasing поставлю Enhazit. Расширенный Anti-Aliasing. Левел на четверочку поставлю. А Depth of Field мне не нужен. Так, GI Samples. Например, мы можем поднять немножко. И выставить Noise Reduction Sampling. Также мы можем использовать гибридный метод получения изображения глобального освещения. Итак, вот мы получили картинку на рендере. И пройдемся по финальным настройкам в Output. Мы можем сохранить ее в каком-то формате. В сеттинге мы выставили Enhazit Anti-Aliasing Level 3. Настройки глобального освещения. Вот они. Монте Карло. GI Samples 4. GI Bounces 2. И мы получили какую-то картинку. Вот, собственно, и все. Так же. Продолжение следует...